Блядь, что за хуйня? Секс эвакуатора и ДПСника, ребята! Они трахаются! Спаривание джигулей и... Вы видели это? Они ебалися! Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин. Добро пожаловать на новенькую серию по КРМПшике. Играем, как всегда, на gtrp.ru, сервер номер 03. Друзья, честно говоря, я до сих пор еще не понял вообще, что происходило в прошлой серии, потому что, значит, вот вкратце, давайте я просто обрывки памяти, да, вспомним, заглянем в будущее, в прошлое, в смысле, да. Значит, во-первых, происходил какой-то полный пиздец около моего дома, я вообще в ахуе был. Второе, мы попали в пиздец какое ДТП, значит, потому что чувак на встречке вылетел на приоре, потом там произошел замес, потом меня кто-то врезался, погибло человека три, блядь. Потом, значит, мы попали в ДТП на Волге, когда чувак, мой пассажир погиб, в меня влетела фура в бок, это только минимум того, что происходило. Я надеюсь, на самом деле, с одной стороны, что сегодня подобного не будет, потому что, блядь, я вот, серьезно, какая-то полоса неудач меня постоянно преследует в КРМП. Но, с другой стороны, тогда нам будет не так весело, поэтому пусть все остается так, как оно есть, и будет своим чередом. Итак, друзья, для начала, выезжаю я на МКИ, давайте сегодня сделаем то, что я так и не реализовал в прошлой серии, то, что я хотел сделать, и не сделал. Мы должны сегодня, друзья, поставить донат номера на, собственно, МКУ, чтобы она имела вид, вообще у нас прям четкий. Была прям самая number one на районе, поэтому, друзья, значит, ну, я думаю, что, в принципе, зачем куда-то отъезжать, когда можно это сделать прямо тут, насколько я понимаю. МН. Так, мы выбираем донат. Сейчас давайте еще раз проверим баланс, сколько у меня осталось, потому что у нас еще весь тюнинг, все пойдет на тюнинг Ай-8. 2859 рублей, отлично. Так, и у нас вип-номера на транспортное средство от 100 рублей. Что значит от 100 рублей? Сейчас мы узнаем. Выбираем М5. Россия. Возьмем 78-й регион. Возьмем 78-й регион. Сейчас, где он, блядь, пролистал. Так, значит, ну, мы вводим, собственно, введите желаемый... Ваш будущий номер. А, так, подождите. Введите желаемый номер, вместо номера, который выделен зеленым цветом. Понял. То есть нам нужно написать... Сейчас, я извиняюсь за посторонние звуки. Я хочу, наверное, друзья, не какие-то там какие-то что-то там. Пускай на... Хорошо сказал. На М-ку будет номер, подходящий ей. ММ005. Я думаю, что это самые идеальные блатные номера на М5, друзья. Окей. 600 рублей. Ничего себе, друзья. Хуй с ним. Живем один раз, друзья. Просто лайк за этот момент. Я думаю, что вы тоже посчитаете... Это достойным моментом. 600 рублей я потратил только что на номера. И, друзья, оно того стоит. Здорово. Здорово, чувак. Здорово. Здорово. Прыгай, если хочешь, ко мне. Правда, мы сейчас сменим с тобой тачку, но это не важно уже. Кстати, друзья, как ни странно, 9 часов вечера... А, фига себе. Сейчас, видимо, был Payday. Сейчас онлайн, смотрите, падает. Я просто заходил, было 500. Вот я зашел чуть раньше 9. Было 500 человек ровно. Я твой подписчик. Чувак, пожалуйста, только... Надо в... Давайте поучим подписчиков писать правильно. Надо в этот чат писать только. Долг тебя ждал, зайдешь на сервак. Игорь Абраменко, привет тебе. Только вот не МГ, пиши через слэш Б, чтобы соблюдать РП. Все, ну вы понимаете. Так, короче, друзья. Ну, тут прям вот я думаю, что... Вообще, как бы, надо сделать просто... Как-то... Ух ты. Спасибо, 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 конечно. Спасибо. Спасибо. Так, ребят. Ну, мне кажется, что... Ну, блин, прям 100% вид имеет. Прям вот очень смотрится, мне кажется, на этих номерах. Прям МММ-005. 78 РУС. Прям такой, знаете, сочный номерочек. Прям вот самый подходящий на М-очку. И, друзья, тут просто Лукас, потому что теперь наша М-ка заряженная блатом. Ладно, раз уж мы выехали, я не могу на ней не прокатиться. Потом мы возьмем Ай-8 и тоже заедем, естественно, сегодня протюнемся еще на немножечко. Блядь, я очень боюсь, на самом деле. Я пристегнусь, блядь, перекрещусь и пожелаю сам себе удачи, потому что это все может закончиться очень плохо. Я до сих пор, кстати, друзья, вы помните, да, я до сих пор не рискую выезжать толком на Ай-8 на Дорогу Смерти, потому что я знаю, чем это закончится, и мне просто ее жалко, блядь. А М-5 уже как подопытный кролик у нас. Кстати, мне кажется, скоро ТО-шка уже. Да, по 80 с чем-то у нас. Надо будет скоро ТО-шку делать, так этот светофор не работает. Слушайте, ребят, честно говоря, блин, опять сейчас будет это безумие. Нет, давайте, наверное, знаете, как сделаем? Все-таки сегодня на Ай-8 покатаемся. Вот реально, надо уже, надо изучать тачку. Давайте мы вернемся обратно. Сейчас сделали такой почетный круг. Знаете, это как вот в реальной жизни. Представьте, такой свой дом, три тачки стоит. И ты такой приходишь там с работы, думаешь, такой, бля, у меня М-ка такая протюненная, пиздатая. Надо на ней катнуть сегодня. Выезжаешь, такой, делаешь кружок по району, возвращаешься, и потом берешь уже другую тачку, выезжаешь. Бля, пиздец, жизненно-то, конечно, да, вообще прям, блядь. Жиза только так, так и прет. Так, ладно. У нас, кстати, еще гелик давно уже мы на нем не катались. Кстати, надо вот на гелике выезжать на Дорогу Смерти. Все-таки он самый такой, знаете, тяжелый из всех. И в случае чего не так сильно кто-то пострадает. Точнее, мы пострадаем не сильно, а вот в кого мы врежемся, скорее всего, пострадают. Сейчас, жди тут. Жди тут. Сейчас я на тачке выйду. На другой. Так, заходим. Ищ в меню. Перейти в гараж. Кстати, может быть, сразу можно как-то в гараж попадать? Что-то я, может быть, как-то слишком... Еще на Ай-8 нас ждут номерочки, друзья. Обязательно, конечно же. У нас Ай-8 пока что на транзитах. Но у нас так, на обкаточке пока что. Мы ее только недавно купили. Новую из автосалона. Прошу заметить и вспомнить этот момент. Потому что это действительно важно. То, что она у нас новенькая. И как бы это самое. 10 лямов все-таки на дороге, ребят, ну как бы это, не валяются. Ох, да. Прям вот реально, когда ты садишься из М-ки в Ай-8, ты понимаешь, насколько, блядь, она вот Ай-8 управляется. Вы просто посмотрите, как я вхожу в повороты, как я везде умещаюсь. Я привык, что ее как бы сносит М-ку. Она постоянно дрифтит, не тормозит, ускоряется, когда захочет, набирает эту ебаную максималку. Но в целом машина, конечно, странная. Ай-8, конечно, это пиздец. Просто как какой-то картинг рулится и... Понял. Мы, то есть, еще даже не ок... Ну, ребят, то есть, вы понимаете, пустая, блядь, дорога. Просто нашли друг друга. Вот как это могло произойти, я в душе, блядь, не чаю. Реально. Почему такая хуйня постоянно происходит? Ладно. Так, друзья, заезжаем сюда. Штрафов у нас, кстати, надо больше штрафа заехать и оплатить. Опять прав лишат, блядь. Гелик тюнется. А или не тюнется, но не так уж и важно. Так, значит, давайте сегодня протюнем надув на всю, друзья. Протюнем надув на всю. Ай, блядь. Просто пиздец, ребята. Это надо просто считать, ребята. Вот кто просто сейчас, значит, возьмет эти 10 миллионов, да? И прибавьте, пожалуйста, сколько я уже потратил денег на тюнинг. И это, блядь, только... Это только... 8 пунктов! Сколько я бабок потрачу на полный тюнинг? Это реально... Мне кажется, такого еще на сервере никто не повторял. Ребят, ну просто, мне кажется, вот сейчас, пока мы будем тюнить и строить этот проект, просто, ребят, с каждого по лайку. Потому что, вы понимаете, 10 миллионов, ай-восьмая. Уже, как минимум, мне кажется, лямов 5 я вложил в тюнинг. И еще лямов, наверное, 10 я вложу в него, если не больше. Потому что я только что опять потратил все свои бабки. Баблишко подкинуть. Сейчас... Сейчас... Тюню... Сейчас тюню ай-восьмую. Деньги были бы не лишние. Потому что, пиздец, конечно, ценники просто... Ценники... Ценники пиздец. Ценники пиздец. А, в реальной жизни? А, в реальной жизни... Так, ты спрашивай в этот чат. Спрашивай... Ты спрашивай в этот чат. Новая машина, ребят, вы все сами узнаете и увидите. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. 100 тысяч просто от Димы Квинтера. Вот они реально сейчас просто в тему. Потому что, ребят, я просто выгляжу, как последний бомж. С одной стороны, блядь, у меня дохуя бабок, но они сразу куда-то, блядь, деваются. И снова, смотрите, игровая валюта. Очередные две тысячи рублей донат. Ну, тысячу, блядь, я не попал. Я хотел две тысячи конвертировать. Ну, тем не менее. Тысячу мы пере... Пере... Этот... Какую тачку будешь брать? Пока не знаю. Пока не знаю. Донат. Друзья, просто... Как бы на балансе остается... Тысяча рублей. То есть, как минимум, я еще... Ой, блядь. Это еще, оказывается... Короче, можно спокойно еще DCR-ик закидывать. Я понял. Я все понял. Ладно. Хорошо. Хорошо. Я... Так, у нас еще не протюненная одна штука остается. Давайте блок цилиндров доточим за 570 тысяч. Да. Карпас. Карпас. Посмотрим карпас. 152 километра в час. 152 километра в час. И это не полный тюнинг. Не, на самом деле, меня это радует. Я очень рассчитываю на то, что... Эээ... Серия... Да. Давайте, короче, поедем тестировать тачку. Ребят, я очень рассчитываю, что это, блядь, не впустую потраченные деньги будут. И что эта тачка будет ебать все-таки всех. Так, смотрим на ускорение. Насколько она вообще ускоряется и так далее. Потому что я очень на это рассчитываю, что она будет... Так. Ну... Как таковое, пока ускорение я не вижу, что она прям быстро это набирает, да, скорость. Но вот сейчас, в принципе, 110. Что-то мне, блядь, это тоже не нравится. Что-то она как-то, знаете, она не хочет именно вот этот вот, вот нужный... Почему S4 у Кристи, она набирает вот эти вот нужные километры в час очень быстро. Моя машина, как бы, ну, 152, как бы, вы видите, да, неплохо. Но она их как-то... Нет, я не говорю, что она набирает их как М-ка. Она далеко набирает их не как М-ка, а М-ка медленнее их набирает. Но, блядь... Не, ну с Азотом еще куда не шло. С Азотом еще, в принципе, учитывая, что это далеко не полный, закрыл глаза. Блядь, ребят, я все-таки выехал на Дорогу Смерти сегодня, как вы видите. Но сейчас у нас вечерок. Хотя 433 человека на сервере, это 152 километра в час. Не, ну с одной стороны, ребят, в принципе, да, в принципе, вроде не так все и плохо. Не, я очень рассчитываю, что это, конечно, будет лучшая тачка. Конечно, по управляемости она просто не сравнится ни с чем. Просто спокойно. Я думаю, что даже на 200 мы будем стараться входить в это. Ребят, по-моему, я, конечно, не хочу ничего говорить, но Дорога Смерти, по-моему, действует в основном только на М-пятую. Потому что мы сейчас передвигаемся на Ай-восьмой. И как бы я не вижу даже... Блин... Ебать, вот это тачка будущего, ребят. Вы понимаете, я сейчас спасаюсь от таких аварий просто. Я не знаю, как она меня... Там ДПСники кого-то остановили. Но эта тачка меня просто сейчас спасла уже несколько раз от аварий. И причем я еду, вообще никого не затрону. По-моему, это не на мне проклятие какое-то. Только не врежем. Да мы не врежем, судя по тому, как нас... Обеспечение безопасности от BMW i8, друзья, на ваших экранах, видите? Вообще без проблем, без каких-либо. Просто приехали в Южный. Вообще без проблем. Блядь, как я сейчас обосрался, ебаный туз, а? Это пиздец. А если бы... Нет, просто на секундочку представьте, что было бы, если бы я сейчас летел на М5. Ну, я думаю, что сейчас бы был бы полный пиздец. Вообще самый настоящий, который мог бы быть. Здорово. Всем привет. Всем привет. Давайте поздороваемся со всеми. Ребят, это... Сейчас... Лансерок. Эволюшн. Просто... Эволюшн превратился в развалюшн, друзья. Только что на ваших экранах. Слушайте, нет. В любом случае, что-то как-то А8 меня оберегает реально от ДТП. Конечно, я понимаю, что скорости не... Вот сейчас мопедисту могла быть такая пизда, на самом деле. Там... БЛЯДЬ! Сейчас мне в жопу влетят. Сто процентов. Сейчас, смотрите, Субурбан. А, и под фуру. Опачки, нахуй. Давайте, блядь, взрывы. Нет, нихуя это не закончилось. Просто была минутка счастливости. Минутка счастья пришла ко мне. Ну, больше мне понравилось, как я с Субурбаном угадал. О-о-о-о-о-о-о. Труп Ай-8 улетел, друзья. Ну, как труп? О, скутер. Я не знаю, че его. Опять дайв, че ремонт. Блядь, что за хуйня? Секс эвакуатора и ДПСника, ребята! Они трахаются! Спаривание джигулей и... Вы видели это? Они ебались. Приора ебалась с газелью. Спасибо, конец. Я вот просто поеду посерединке. Мне очень хорошо, ребят. Я не знаю, что происходит. Я боюсь просто представить, если, знаете, какой-нибудь чел на М5 в полном тюнинге сейчас летит мне в лоб. Это будет реально не смешно вообще ни разу. Тут кого-то опять ДПСники... Блядь... Это про... Не, ребят, надо заканчивать. Реально. И просто перестать мне говорить про... Я хотел сделать трюк, перелететь на нормальную полосу, но у меня этого не получилось. Ребят, просто надо перестать говорить, что дорога смерти как бы... Давайте... Кстати, ребят, пишите в комментариях, хотите ли вы как-нибудь увидеть такую серию. Я встану на дороге смерти где-нибудь в самом опасном месте, и мы посмотрим, сколько ДТП произойдет при нас. Или же будем кататься туда-сюда, и вот эти ДТП именно не сами, чтобы участвовать в них. О, спасибо большое, Микки Уайт. Спасибо. Будем кататься и смотреть, сколько вот ДТП произойдет, потому что как бы все вроде бы шло не так уж и плохо, но, блядь... Нет, это пиздец, ребят. Все, спасибо всем за просмотр. Ребята, ставьте лайк, если вам понравилось, серия, подписывайтесь на канал, комментируйте. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.